Привет-привет! Меня зовут Наталья и я рада всем гостям и подписчикам моего канала. Осень мое любимое время года, поэтому тема осенних листьев мне очень нравится и я хочу предложить вам порисовать их вместе со мной. Если вы не видели мой недавний видеоурок в гостях у осени осенние листья, я размещу ссылку внизу под данным видео. Там я показала и рассказала, как можно декорировать осенние листья вырезанные из цветной бумаги в техниках монотипии и графики. Вот такие чудесные листья у нас получились в прошлый раз. Обязательно посмотрите видео и вы узнаете очень много интересного и полезного. Сегодня наше задание будет легким и простым в исполнении. В результате у меня и у вас получится вот такие две самостоятельные работы, которые затем можно будет использовать для украшения вашего интерьера. Подробнее о том, как преобразить ваш интерьер, я покажу в конце нашего видеоурока. Для выполнения данного задания нам понадобится один листочек белой бумаги и один листочек цветной бумаги. У меня есть вот такие вот запасы. Я выбрала желтый. Очень он мне нравится, потому что похож на цвет осени. Бумага может быть разной плотности. Белую я рекомендую взять более плотную. Это может быть альбомный лист, потому что на нем я буду рисовать цветными карандашами. А вот цветной тонированный может быть даже вот такой вот тонкий. Это двухсторонняя обычная цветная бумага. Я ниже напишу в описании. Формат я остановилась на стандартном А4 формате. Вы можете взять больше или меньше, как подскажет вам ваша фантазия и ваши возможности. Также простой карандаш. Нужны будут фломастеры и нужны будут цветные карандаши. Я использую карандаши фирмы марка Рафайн. Вот они мои любимые цветные карандашики. Они достаточно мягкие, хорошо ложатся на бумагу, легко, без особых усилий. И при рисовании на них не надо сильно надавливать, поэтому рука не устает. На белом формате я буду создавать композицию из осенних листьев и раскрашивать их цветными карандашиками. Поэтому пока я белый лист бумаги уберу в сторону и оставлю цветную бумагу. Что же я буду делать на цветной бумаге? Здесь я тоже создам композицию из осенних листьев, но раскрашивать не буду. А просто обведу каждый листик контурной линии при помощи фломастеров любого цвета. Вы выберите себе то, что вам больше нравится. И каждый листочек внутри проработаю декором, то есть узором. Значит, смотрите, в зависимости от того, какого цвета у вас формат, вы выбирайте фломастеры, которые будут на нем видны. Естественно, на моем желтом формате не очень хорошо будут видны желтые и светлые оранжевые фломастеры. Вот есть фломастер, у меня который вообще может слиться с цветом цветной бумаги. Поэтому выберите что-нибудь, что будет все-таки читаться на цвете вашего формата. Я остановилась на коричневых фломастерах. Возможно, вот на таком цвете болотно-зеленый. И что же я буду делать? Для начала нам нужно взять простой карандашик и нарисовать композицию из листочков разной величины. Чтобы немножечко ускорить процесс, я уже нарисовала композицию, поэтому она у меня готова. Вот я перевернула формат. И не знаю, видно вам или нет. Здесь очень тонкий, легкий карандашный рисунок. Теперь я буду эти листья обводить и прорабатывать декором. Для создания декора внутри листьев у меня есть вот такие небольшие подсказки. Вы можете тоже увидеть, как проработать каждый листочек внутри. Это могут быть линии, волнистые, прямые, ломанные, точки, завитушки, кружочки, пятнышки, либо просто вот тонированные листочки. Но тут черно-белый вариант. Он может быть и цветным. КОНЕЦ 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 Посмотрите, какой получился круговорот осенних листьев на цветной бумаге. Я откладываю данный вариант в сторону и приступаю к работе на белом формате. Здесь, как я уже говорила, я буду раскрашивать листья цветными карандашами. Тоже можно предварительно взять простой карандаш и сделать эскиз, композицию на белом листе бумаги. Можете повторить предыдущий вариант работы по расположению и форме листочков. Я уже нарисовала свои листья простым карандашом, поэтому просто переверну лист бумаги и приступлю к работе. Значит, что я буду делать? Сначала я опять введу контур в наше изображение, то есть обведу каждый листочек, добавлю в листочках в серединке прожилочки. Декор здесь добавлять не надо, потому что мы будем просто эти листья раскрашивать цветными карандашиками. Контурная линия может быть разного цвета. Подберите то, что вам нравится из фломастеров. Затем мы достаем наши цветные карандаши. Проверьте, пожалуйста, чтобы грифели в ваших карандашах были подточены. И еще обратите внимание, что природа раскрашивает листья осенью очень неравномерно. То есть они где-то еще остались у нас зеленые, где-то уже пожелтели, где-то после желтого-зеленого цвета перешли вот в такой вот коричнево-рыжий начали подсыхать. Есть листочки, еще сохранившие яркий желтый цвет, но уже появились коричневые брызги. Посмотрите внимательно на листья. Можно опять пройтись в парк на экскурсию и собрать вот такие вот варианты листочков. Посмотреть, понаблюдать для того, чтобы нам легче было их раскрасить цветными карандашиками. КОНЕЦ 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 Ну что же, хоровод из разноцветных листьев у меня уже готов. Теперь вы можете сравнить два рисунка, которые у нас получились. Один на цветной бумаге, выполненный просто контурными линиями с добавлением декора и вот такой вот раскрашенный разноцветными карандашами. Такие работы можно оформить в рамы и найти каждое место в вашем интерьере. Если вам понравился мой видео урок, пишите комментарии, делитесь впечатлениями, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых видео уроков. Всем хорошего настроения и пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok